На улице Университетской в Херсоне планировали взорвать мину, которая разнесла бы ближайшие дома и трехэтажный ресторан. Теракт предотвратили российские военные. На днях они задержали законспирированную группу, которая состояла из сотрудников сил спецоперации Украины. Им было поручено провести террористические акты, направленные на дестабилизацию настроения, направленную на создание атмосферы хаоса и паники среди мирных жителей, среди военных, а также военно-гражданской администрации. Агентурную сеть возглавлял советник бывшего мэра Херсона, а также несколько приближенных к нему сотрудников. За планируемый теракт взяла на себя ответственность диверсионно-разведывательная группа, которую возглавил херсонец с позывным «Математик». «Наша работа, наша деятельность находится на контроле в Киеве. И результаты работы докладываются непосредственно Зеленскому. Я спросил у него, как это, когда Зеленский отдает приказ на уничтожение мирных граждан, но внятного ответа я не получил. С 2015 года проходили подготовку с советниками НАТО в городе Днепропетровске, где проходили спецподготовку по владению холодным огнестрельным оружием, управлению летательными аппаратами, а также миновзорная подготовка. Нас учили убивать». Рассказывает, с начала группе был дан приказ ликвидировать военного коменданта области, заложив мину в автомобиль у ресторана. «Изначально нам ставили задачу ликвидации коменданта Херсонской области, но потом СБУ не справилась с поставленными задачами по ликвидации коллаборантов в Херсонской области. И нас переключили на ликвидацию самих коллаборантов». Параллельно задержанные несостоявшиеся исполнители рассказали о своей роли в этом покушении. «Моя была задача поставить машину в определенное время, в определенное место. Минировать собирались МОН-90, насколько я знаю, на радиоуправлении, радиоподрыватель. «Разведывал военные объекты, следил за военными объектами России в Херсоне. Соответственно, все результаты докладывал матику». После задания изменилось. Уничтожить должны были четверых херсонцев, которые устроились на работу в военно-гражданскую администрацию. Среди целей – два руководящих работника и два простых специалиста. «Математик сообщил, что задания и боеприпасы от куратора из Киевской области он получал через посредника из городского совета, человека, который был приближен к мэру Херсона Игорю Колыхаеву». «Ставил задачи непосредственно по ликвидации как коменданта, а потом по поводу ликвидации местных коллаборантов». «Еще раз, кто вышел?» «Борис Ваишторт». «Он кто?» «Ну, до начала спецоперации он был помощником, если я не ошибаюсь, не могу утверждать точно, но, по-моему, он был помощником одного из заместителей мэра города». Коллега по оружию рассказывает больше. Возглавлял охранное городское коммунальное предприятие муниципального арта и даже сообщил Колыхаеву о готовящемся теракте. «В середине апреля мой сотрудник Ростецкий Виталий сообщил мне, что он секретный сотрудник Киевского СССР и что у него особая полномочия. После чего он забрал автомобиль нашей организации, сказал, что в интересах СССР. «Я сообщил об этом Колыхаеву, а что мне было сказано – не вмешиваться». С каждым днем количество пойманных партизан растет, а значит херсонцы могут спать спокойно.